Вечер профессионального бокса от Шама Боксинг Промоушнс. Дерись и побеждай. Эвент 58 продолжается. Наш следующий поединок. Шесть раундов. Первый тяжелый вес. Рефери в ринге Юрий Копцев. Боковые судьи Дмитрий Антонов, Александр Калинкин и Алексей Козлов. Встречаем участников. Синий угол ринга. Боксер из Комеля, Республика Беларусь. Юрий Быховцов! Юрий Быховцов. Небезызвестный российский боксер. Встречался он со многими серьезными оппонентами. Где-то побеждал, где-то проигрывал. Стоит отметить его бой против Алексея Бакина. Алексей тогда выиграл, но не нокаутом. И это достаточно... Я считаю, что это отличный бой был для опыта Алексея. И Юрий это действительно такой серьезный соперник, которого просто... Красный угол ринга. Боксер из Узбекистана. Санжар Турсунов! Ну а Санжар Турсунов у него про дебют. Серьезное испытание для Санжара Турсунова. Биться против опытного боксера, который может быть и возрастной, может быть и невеликий чемпион, но при этом очень опытный. Да, стоит отметить крепость лба Юрия Быковцева, потому что я знаю, что много очень соперников сломали руки об его голове. Представляем участников шести раундного боя в первом тяжелом весе. Синий угол ринга. Боксеру 34 года. Рост 186 сантиметров. Характерный боец. Вес 90 килограммов, 250 граммов. Проводит свой 35-й профессиональный поединок. Из города Комель, Республика Беларусь. Юрий Быковцев! Это момент, когда вот вроде боксер антирекорд, но он действительно является достаточно сильной угрозой для любого соперника. Вес 92 килограмма, 200 граммов. На профессиональном ринке провел один бой и одержал в нем досрочную победу. Из Узбекистана, Санша Турсуна. Да, вот на конкретной республике почему-то оказалось, что у него профдебют, но нет, один бой, одна победа. Но я обратил внимание, что 6 раундов все-таки профдебют, это всегда 4 раунда. Да. За редким исключением. И интересен этот весовой дивизион еще и тем, что в ближайшее время вместо крузер-вейта, вместо 91 килограмма, у нас появится новый вес 101 килограмм до 101 килограмма, который будет называться бридж-вейт. И также появится вес уже боюсь от WBC, это 86 килограмм. Дело в том, что в профессиональном боксе весовые категории распределены следующим образом. Есть весовая категория 79 килограммов, которая называется light heavy, а затем идет крузер-вейт, это 91 килограмм. То есть разрыв, шаг получается 11-15 килограммов. Это очень много, и у меня всегда были вопросы, на которые я уже ответов не получал, а почему такой разрыв. Если в более легких весах шаг идет через 2 килограмма, через 3 килограмма, то здесь 11 килограммов и ни одного веса нет в промежутке. Но вот ситуация изменилась, и теперь появится новый весовой дивизион. И это сделает 19 весовых категорий. А в то время, если мы возьмем, например, UFC, то, опять же, мужчины, то 8-й зовут. Ну, UFC, там легкий вес заканчивается на 59 килограмм. Да, самый маленький вес. Да. 50, 57, скорее всего. А потому что 60... 61. 61, да. 62. И 66. Ну, такая путаница в цифрах из-за того, что американская мера весов, она идет в футболе в килограммы, и там появляются всякие допущения, округления. Да, да. А тем временем... Плот, плотно, а тем временем, да, плотно начался первый раунд, и идет вперед Буховцев. Его неплохо встречает его оппонент Турсунов. И видно, что большие ребята вышли в рейку. Кстати, самый тяжелый был, который будет сегодняшний вечер. 91 килограмм. Более молодой Санжар Турсунов. Он выглядит более атлетично. Да, но, как мы говорили, очень крепко голова у Юрия Буховцева. Стоит отметить, что единственный, ну, не считая Макабу, где Папин проиграл, единственный оппонент, кто дошел с Алексеем Папином до решения. Ну и все-таки 35 боев в активе у Юрия Буховцева. Это очень, очень много. Да, в таком весе, тем более. Участных Сунов плотно пробивает два одиночных боковых удара. Меняет он стойки периодически. Пытается на классе он выиграть у Буховцева. И ты должен понимать, что Буховцев не тот оппонент, кого можно просто так одиночным ударом опутировать. Он будет стоять, будет идти вперед. Не будет сбывать просто второй или третий номер. Будет стараться побеждать. И когда встречаясь с таким оппонентом, важно просто не расставить все силы. Например, первого или второго раунда, чтобы потом были проблемы с кардио и так далее. И именно такие бои юбил описывать Джек Лондон, когда встречались матерые профессионалы и начинающие боксеры. И вот эта драматургия между возрастным боксером, который все знает, все умеет, но уже физически меньше может. И наоборот, молодые атлеты, которые очень сильны, но не так опытны. Вот эта драматургия очень хорошо была описана Джеком Лондоном. На память приходит бой между Ракеемом и Чихиевом, против Миштифа Володарчика, когда Чихиев вышел тоже в первой войне. Боя очень уверенно вел и отдал. И даже сделал нокдаун, да. И потом просто бой переключился в другую сторону. И стало понятно, что это была страдающая. Это, кстати, был тот же вес. Да, 91 килограмм, круизер вейт. И можно вспомнить Кшиштова Володарчика уже с Григорием Дроздом. И после этого боя кто-то из западных экспертов, я не помню, кто сказал, что Григорий Дрозд, наверное, в школе был отличником. Потому что он отработал. Отличник, да. Полностью грамотно прошел всю дистанцию. Ни одного шанса не дал дьяволу. Но пока съедает все удары перчатками и головой Юрия Быховцев от своего оппонента. И все так же идет вперед. Стабильность, как говорится, признак мастерства. Джеб вставляет Тусумов и так подмахнул головой Юрия Быховцев. Это обычно бывает, когда почувствовал удар. Хорошая держалка, природная держалка Юрия Быховцева. Плюс хорошая защита, опытная защита делает то, что его оппонент Саржан Турсунов выбрасывает много ударов. Есть видимость, что да, вроде как попадает, но на самом деле это не совсем так. Удары все размазываются по защите, силы тратятся. И в этом есть такое коварство опытного боксера. Можно даже где-то показать, что тут ты попал. Ну вот да, я почувствовал. А что дальше? Да, Турсунов сейчас немножко играется, показывает оппоненту, что я прихожу тебе и в скорости. Не думаю, что превосходит в силе ударов, потому что если Быховцев зарядится, это будет тоже достаточно плотный удар. Но понятно, что Быховцев и возрастной, и не такой скоростной. В принципе, боксер не самый темповой. То есть не накидывает количество, он идет вперед и пытается в один-два удара вложиться. Да, очень терпеливый боксер. И, собственно, вылетает капа Быховца. Очень терпеливый боксер. И его стратегия, в общем-то, поймать своего оппонента. Вот дождаться того момента, когда Санжар Турсунов раскроется, и Юрию Быховцеву будет возможность нанести этот удар. Один, возможно, один единственный удар за весь бой. Но если он этот момент почувствует и попадет, то здесь может все закончить. Да, важно, насколько сейчас Юрий Быховцев усыпит бдительность Санжара Турсунова, потому что пока Турсунов очень уверенно действует, чувствует и дистанцию, попадает со всех углов, легко двигается на ногах, и зачастую даже не возвращает руки к голове, а просто отыгрывается на ногах. Завязались в клинче бойцы. Ну и конец второго раунда. Немножко же синхронно идет у нас со временем на экране. Такое бывает. Уверен очень в этом раунде действовал Турсунов. Особо ничего не пропустил. Может быть, было пару впаданий от Быховцева в скользь. Но в целом Турсунов уверенно раунд забрал. Так, смотрим наиболее яркие эпизоды. Вот сейчас были попадания. Вот здесь, наверное, с правой руки одно из самых плотных попаданий было. За раунд. Да, и обратите внимание, какая держалка у Юрия Быховцева. Да, он просто пошел вперед дальше. При этом попадания были, он их прочувствовал. Но он не упал, а всего лишь слегка присел. Его ноги согнулись, но он даже не потерял позицию. Его не отбросил ни вперед, ни назад. Он немного присел, ровно настолько, чтобы можно было дальше продолжить бой, чтобы рефери не острелил, не стал отчитывать. Стоит отметить, что это вообще хороший выбор для менеджмента Санжара Турсунова. Что во втором своем бою он встречается с Юрием Быховцевым. Становится понятно, что он серьезно настроен. Есть такой термин «мешки». Не привозит он «мешков». Он встречается с серьезными оппонентами. Потому что, на мой взгляд, Юрий Быховцев, возможно, и гейткипер, но гейткипер высокого уровня. Накидывает сейчас легкие удары Санжар Турсунов. Но на Юрия Быховцева эта артистическая, артистичная манера особого впечатления не произвела. Он также идет вперед. Да, но я отменю, что Юрий Быховцев, конечно, не такой отличичный, каким я его помню. Он боялся с Алексеем Бапиным, когда он прям подготовился к тому бою. Я не говорю, что он и сейчас не подготовился, но тогда прям он такой был. Более пожары. И Алексей Бапин, тоже оппонент, но поопаснее. Однозначно. Более всего в уважении. У Алексея, по-моему, был тогда либо четвертый, либо шестой бой. В Канере, скорее всего, четвертый. Но при этом у Алексея Бапина была огромная школа. Любительская, да? И любительская, и профессиональная. Любительская, и профессиональная. И очень серьезная школа бокса ЦСКА. Да, стоит отметить то, что Алексей Бапин вместе со своим тренером Андреем Бупсом смогли грамотно перестроиться и правильно заявить себя в любителях. И сейчас Алексей является претендентом на титул WBC. Я думаю, что если вот следующий бой выиграет, то через бой, получается, у него будет чемпионский забег. Легко совсем накидывает удары свои Санжар Турсунов. Почувствовал он уверенность, почувствовал, что, да, оппонент опытный, но работать против него можно. Невозможно, если вот Юрий Быховцев сейчас вложится удар и захочет победить, то это вот тот самый момент, потому что часто опускает очень руки Санжар. Он не работает наверняка, то есть в играющей манере. С Санжаром Турсуновым сложилось впечатление, что вот с этим добродушным мишкой, ну, прошу прощения, у Юрия Быховцева, но выглядит вот именно вот как-нибудь такой... Положительный персонаж фильма. Да, положительный персонаж, может быть, даже мультфильм. Можно работать и совершенно не оглядываться на его опыт, а то, что на самом деле это не добродушный мишка, а самый настоящий гризли, очень опасный, который может одним ударом закончить этот бой. Наверное, сейчас Санжар с Санжаром об этом не задумывается. Сто процентов. Санжар уверенно действует, где-то даже поставляет лоб под удары, как и сам Юрий Быховцев. Обменялись уважительными жестами боксеры. И нас ждет четвертый раунд. Напомним, что всего шесть раундов будет в этом бою. Санжар с Санжаром. Секунданты. Четвертый раунд. Четвертый раунд, друзья. Да, интересный поединок мы наблюдаем. Пускай и Санжар Турсунов явно ведет, но Юрий Быховцев идет вперед, не создает ощущение, что он проходной соперник. Но и опять же мы знаем правила у Панчера всегда есть. Есть шанс, да. А такой шанс остается у Юрия Быховцева до практически последнего момента. До того момента, пока не прозвучал гонг, как говорится, мы не проиграли. Пока не ударил гонг, мы не проиграли, друзья. Это железное правило, которое работает абсолютно везде. Да, ну и, как уже отмечали, он уже плотную прям серию пробил Санжар Турсунов. И все пришлось по защите, на самом деле. А в самые такие острые моменты, когда Юрий Турсунов почувствовал, что принимать на себя уже больше нельзя, просто ушел мастерски из-под этого града ударом, который на него обрушился. Все так же продолжает в играющей манере Санжар Турсунов вести своего оппонента, накидывает легкие удары, иногда взрывается, но очень редко. Ну, а Юрий Быховцев все меньше, меньше мид ударов идет вперед, и достаточно такие уже тычковые у него удары, неплотные. Я считаю, что вот в прошлом раунде было много моментов, когда он мог просто наотмашь плотно ударить и попасть, но Юрий не использовал эти моменты. Я думаю, ну, и мы видим по его форме, что сейчас он не на пике своей функциональной подготовки, и что не так просто ему даться все шесть раундов. Ну, и как отмечали, для Турсунова это отличный опыт во втором самопрофессионном бою встретиться с таким соперником. Ведь важно в боксе в начале своей карьеры проходить всю дистанцию, был еще заперкот был со спины, я не увидел, насколько точно попал, но звук был плотный. Важно, чтобы в начале своей карьеры бойцы проходили всю дистанцию, чтобы не просто только нокаутировали своих оппонентов, когда встречались серьезные оппозиции, не могли что-то противопоставить или были удивлены тому натиск, который получают. Вот, на мой взгляд, этот бой именно такой. И прошлый бой Ильнур Абдураимов тоже встретил с достаточно конкурентом соперника. Сейчас он пропустил. Пропустил, заигрался. Заигрался Турсунов. Турсунов изображая вот эту легкость ног, приплясывая, пританцовывая. Это все чревато. Это все чревато. Все-таки очень опытный его оппонент Юрий Выховцев. И можно заиграться и можно нарваться на удар. Показывает нам угол Саджара Турсунова. Да, видим мы катмана. Дениса Колесникова на самом деле сейчас очень талантливый парень. Мы знаем, что все чаще и чаще бойцы привлекают профессиональных катманов. Катманов и тех, кто делает тейп. Вот Денис Колесников именно такой специалист. Я часто вижу в углах как на кулаках, так и на боксе. А иногда и на ММА. Но вот он показывает нам момент, когда заигрался и пропустил. Пускай не очень плотно, но пропустил Турсунов. А мне кажется, это как будто был момент не из этого раунда, а из предыдущего. Именно там так боксеры прощались после гонга. Нет, нет. Это вот два раза одинаково получилось. Кстати, удар из арсенала, такого старого американского бокса. Называется он свинг. В олимпийском боксе сейчас такое не используется. Отжимать пытается своего соперника, Быховцев, но не режет в углы. Поэтому достаточно несложно Турсунову менять угол и просто уходить из средней атаки. Как мы отвечали, Турсунов очень легкий на ногах. Сейчас он бьет фактически одними руками. Даже не вкладывает корпус. И вот акцентированный удар заулыбался. Мы слышали, вы слышали. Да, заулыбался Санжар Турсунов. Не ожидал он, видно, что такой удар можно пролить. Его сейчас неплохо по корпусу ударил Быховцев. Вновь там играется, играется. Но это все время, проведенное в ринге. Это опыт для молодого боксера. Немножко низко ударил Быховцев, но не специально. Аперкот. Работает Юрий, когда соперникам дает это делать. Плечо попадает сейчас Юрий Быховцев. А Санжар все так же легко двигается на ногах. И меняет положение. Вот здесь пропустил Санжар Турсунов. Легкие удары от бойца из красного угла. Немного-то ножа добавил Юрий Быховцев в свои удары. Пропускает джек. Все видит Санжар. Пока мы не поняли, на самом деле, насколько плотно бьет сам Санжар Турсунов. Потому что большинство ударов он именно накидывает. Ну, судя по атлетичной фигуре Санжар Турсунова, можно предположить, что ударов не слабый. Вот насколько он может качественно вложиться, насколько тоннаж ему ударов велик. Это может сказать, наверное, только тренер или оппонент, который сидит встретился. Да, Юрий Быховцев, как минимум, может сказать. Дело в том, что не всегда большая масса и развитая мускулатура говорит о качестве. Да, полностью согласен. Опять обменялись уважительным жестом боксеры. Стоит отметить, что Юрию видно, что у него есть лишний вес, и можно было бы вообще спуститься 86 килограммов в эту новую весовую категорию. А если говорить о боксерах с сокрушительным ударом, ну, можно сказать, Геннадий Головкин, например, 72 килограмма. Но все, кто с ним стоял в паре, говорили, что удар у него очень тяжелый, как у тяжеловеса. Да, и также, кстати, отмечать нашего российского боксера из Осетии Георгиевича Оксаева. Тоже очень плотно бьет, как тяжеловес. Секунданты. Финальный шестой ров. Да, для качественного удара иметь большие мышцы – это даже не пол-дела. А вот распоряжаться этими мышцами, уметь вкладывать весь корпус, заряжаться, разгонять этот удар – вот это очень-очень большое искусство. Кстати, я бы всплыл такого российского боксера, но сейчас уже на тренерской работе. Это Владимир Егоров, у которого, на мой взгляд, удар просто страшный. Страшнейший удар, да, он очень скоростной. Его реактивные отражения. И был, и есть боксер, мы с ним долго работали, совсем недавно виделись. Также отметим, что зачастую вот эти вот мышцы, их же надо кормить кислородом. И иногда вот боксеры, которые много работают на физику, обладают вроде и устрашающей силой, но это все может сказаться на выносливость. Нужен баланс. Но для этого и берут тренера по функциональной подготовке, которые отдельно работают именно над мощью, над скоростью и силовыми показателями. И, кстати, мы говорили о разнице профессионального бокса и бокса олимпийского. В профессиональном боксе тебе нужно разложить свои силы на много раундов. Да, в то время, когда олимпийский бокс – это такой спорт, нежели марафон. И за три раунда ты должен настрелять, на выкидывать такое количество ударов, чтобы, даже не попадая, но хотя бы выкидывая в область головы, работая, что это называется, по площадям, чтобы у судей не осталось сомнений, что ты выкинул именно достаточное количество ударов. Да, кстати, и также отметим, что Санжор Турсунов справился с этой задачей. Вот он в шестом раунде также дышит. Хорошо сейчас пропустил левой сбоку, но неплохо. Но надо отметить, что и бой шел не в очень высоком темпе. Да, оба подсоры взрывались периодически. Были обострения. Ну и были такие технические элементы в виде игры, на которые также Турсунов тратил свои силы в виде танцев. Танцев или просто лишних шагов. Но свою работу здесь он делает. Потому что мы знаем, что этот вес без удара, он обязательно в этом весе боксер должен плотно бить, потому что оппоненты, которые здесь встречаются, всегда были достаточно массивные ребята. И вот непонятно пока, насколько плотный удар у Санжора Турсунова. Потому что в этом бою он достаточно легко так работает. Вообще яркий, интересный боец. Но его карьера только начинается. Я думаю, мы еще не один его поединок прокомментируем. Сейчас плотно вложился Турсунов. Еще серия по корпусу. С одной стороны удары Санжара Турсунова слышны. Выглядят они устрашающе. Но при этом на Юрии Быховцеве практически это никак не отражает. Юрий Быховцев как начинал первый раунд, так же идет и в крайнем раунде. В последнем. Да. Он принимает на себя. И есть такое ощущение, что ну да, ну попал. Ждем мы объявления решения судей. Но я думаю, здесь проблем с этим возникло. Не должно ли каких-то затруднений, потому что Санжар Турсунов забрал все раунды. Нам показывают самые яркие моменты боя. Да, и был вот тот эпизод, когда фактически вот на полоске от нокдауна Юрия Быховцева. Там еще не совсем в верном положении стояли ноги. Он делал шаг и из-за этого могло сложиться такое впечатление. А вот тут вот Турсунов хорошо и немного потанцевал и ушел. Пластичный боец. Хорошо двигается. Эффектно работает. Итак, в этом бою победу единогласным решением судей одержал Санжар Турсунов. Красная рука Узбекистана.